здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередное обучение ну я не знаю в курсе вы или нет но у меня есть мини-курс жесты и сегодня я решила провести с вами такой урок по жестам если вы накидаете мне кучу лайков то я проведу еще один урок по жестам причем этот урок и следующий который я вам обещаю провести при наличии с вашей стороны хорошей реакции это будут уникальные мои наработки я сейчас объясню что это такое и так а значит вот в курсе жесты я делю все жесты на четыре большие категории территориальные жесты принадлежности сопровождающие речь и успокаивающие как вы видите сопровождающие речь самые обширные они в свою очередь делятся еще на три категории телесные иллюстраторы это моя личная наработка а значит это тело тело это вот сегодня как раз мы этим и будем заниматься вот посмотрите вот эта схема это я ее сама нарисовала здесь прямая связь с психосоматикой и мы с вами это сегодня разберем а дальше тело на лицо вот как раз если вы мне много лайков сделаете если вы мне сделаете хорошо то я вам эту схему тоже подарю сегодня в конце занятия я вам ее покажу но заниматься мы по ней будем уже на самом занятии дальше руки вот помните я вам часто показывала вот такую схему да и вот на пальчиках написала какой пальчик за что отвечает вот это опять таки моя наработка которая знаете я сначала это как как бы в шутку стала ну вот так вот классифицировать да когда я увидела насколько это совпадает с тем что человек проговаривает я была просто в шоке поэтому вот эти вот всем телесные иллюстраторы но это вот моя чисто наработка которой я с вами делюсь в этом курсе жесты а дальше ну просто иллюстратор это плак по классике да это вторая категория из сопровождающих речь и эмблемы вы научитесь разбираться чем отличаются иллюстраторы от эмблем и так далее а и еще одна категория жестов это успокаивающий но здесь тоже адаптеры манипуляторы жесты самоочищения в общем по вот этим вот это вот вся схема в этом курсе 15 занятий вообще я называю это мини курс но это далеко не мини курс ну ладно об этом курсе я еще поговорю позже но сейчас хочу вам сказать 1 поделиться с одним своим открытием дело в том что после 40 лет я естественно ну почувствовала что организм начал давать сбои первое это конечно нарушился обмен веществ я набрала 10 килограмм сейчас слава богу их сбросила это вы вы все знаете да еще проблема появилась со сном вообще вот просто жутко сложно уснуть многие из вас с этим сталкиваются наверное вообще поставьте плюсики если вам это знакомо и кроме того я знаете умею усугублять свои проблемы я взяла и переехала в центр аланьи где все дискотеки мира под моими окнами до часу ночи вообще нереально уснуть ну то есть вот все самое плохое что как можно сделать хуже я делаю всегда себе сама хуже а потом доблестно преодолеваю все препятствия тогда я стала наблюдать и вообще конечно меня поразило почему мой внук которому шесть лет когда приходит после своих гулик в любое время ночи или вечера он просто ложится и сразу засыпает какая бы ни была музыка я подумал а что со мной не так почему я не вырубаюсь я тоже устаю устаю почему я не вырубаюсь оказывается что с возрастом ухудшается выработка мелатонина и это очень плохо влияет на наш сон поэтому я стала интересоваться этим вопросом но тут как говорится на ловца и зверь бежит на меня вышли производители от компании на атерия labs а и предложили вот это интересное средство вот баночка у меня есть потому что я ее употребляю уже две недели и поэтому уже вот сейчас могу смело вам об этом рассказывать а и так что же это такое вообще самая главная фишка вот этого препарата в том что мелатонин здесь не искусственный здесь препарат который предшественник мелатонина и он заставляет организм вырабатывать собственный мелатонин ну вот это как мне рассказали производители вот этого препарата это не снотворная а натуральная добавка как утверждают производители здесь есть важный компонент 5 htp это предшественник мелатонина о котором я говорила который стимулирует его естественную выработку поэтому это не химический мелатонин а в составе также есть глицин валерьяна полноценная дозировка самой эффективной формы магния ну вот если у вас есть судороги а то это вам тоже поможет знаете как называется без сиглин от вот подобного сочетания я не нашла в других местах в общем я вообще вот как раз занялась этим вопросом и вот они на меня вышли при длительном приеме не снижается собственная выработка мелатонина вы как бы показываете организму как его надо вырабатывать и организм потом по накатанной что называется это делает значит эффект вы получите в течение первой недели но лучше принимать полноценный курс вот я две недели уже принимаю замечательно со сном все в порядке дальше рекомендую всем кто испытывает проблемы со сном часто сталкивается со стрессом не может быстро отключиться от проблему знаете как ложишься спать а тут все проблемы все решения надо принять в общем сейчас я стала спать реально как младенец и у меня открыты окна музыка кричит и все такое но это мне не мешает а значит лучше всего заказывать это на сайте производителя а значит viva her.ru и если вы укажете промокод фил 22 то вы еще получите скидку 10 процентов а ну что могу сказать берегите нервы и охраняйте свой сон до невзирая на то что это все-таки рекламная вставка я должна сказать что я этот препарат принимаю сама и мне это очень нравится а я заметила улучшение своего сна и только после этого я взяла это рекламировать поэтому вот такая вот история значит но теперь давайте вернемся к нашему разбору что так 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 не разбору обучению сегодня мы разбираем тело и давайте по телу с вами пройдемся а значит здесь прямая связь именно с психосоматикой кто этим занимался кстати напишите мне вот кто занимается или занимался психосоматикой кому знакома эта тема вот вы найдете много общего потому что блин у меня кондиционер тут прям дует и волосы на лицо падают ада а значит с психосоматикой очень много общего это неспроста потому что тело нам всегда сигнализирует сигнализирует с помощью болезней да это уже худший вариант но во время разговора мы жестикулируем и притрагиваемся к тем местам которые просят о помощи да вот если мы говорим о чем-то то тело как бы притягивает к себе свое вот наше внимание да и вот мы разговаривая притягиваем к этому аз внимание слушателей ну например вот даже самый простой пример стоит женщине забеременеть это вот прям были наблюдения она еще сама не знает об этом но она уже начинает оберегать свой живот и живот у нас отвечает за страх беззащитность и у женщин возможная беременность то есть она еще вот сознанием не знает этого но она уже телесно об этом знает и поэтому она уже оберегает свой плод вот такая вот история ну давайте пройдемся сверху по нашему телу и разберемся что за что отвечает сначала у нас будет теория а потом будет практика вообще весь курс вот по жестам он как раз вот из этого и состоит сначала я рассказываю теорию а потом мы много много практики вот из тех примеров которые у меня на ю тубе у меня более 500 роликов где я делала разборы да и вот по этим разбором я выбрала самые интересные моменты самых интересных гостей и вот это вошло в курс то есть вы просто будете смотреть вот эти примеры и у вас будет откладываться ну знание вот на вернее на знание будет накладываться практика первое шея спереди это беззащитность вы знаете что в первобытные времена людей но животные до люди умерщвляли друг друга с помощью того что перекусывали сонную артерию до у наших предков были мощные клыки с помощью которых это было легко делать да но и соответственно вот так раньше жили и вот это место так и осталось у нас на бессознательном уровне как самое беззащитное место и это место мы всегда случае опасности в случае когда особенно вот знаете ментальной какой-то опасности мы его прячем а дальше шея сбоку сбоку вот здесь вот вот так вот это уже смотрите от беззащитности человек ищет какой-то выход то есть уже рука не не про беззащитность а до беззащитность здесь участвует но здесь уже и ответственность да и уже как-то вот ищем мостик что называется между тем чтобы взять ответственность что же мне сделать такого до чтобы не было вот этой беззащитности и вот когда мы вот сюда или чуть выше бывает что рука идет да вот жесты бывают немножко как в сторону уходят да но вот если это пошло вот на шею сбоку то это попытка как-то собраться найти какое-то решение да вот как-то собрать вот эту свою беззащитность с ответственностью и найти какой-то способ решить вопрос да дальше шея и плечи задняя часть шеи и плечи отвечают у нас за ответственность и когда человек говорит и вот сюда трогает и ну вот затылок это уже так затылок мы сегодня не будем изучать затылок это у нас на лице будет но затылок это про прошлое да вот здесь ответственность шея это про ответственность затылок это прошлое но получается вот здесь ответственности вот здесь ответственность мы сейчас по примерам это все увидим и это вы все закрепится у вас да то есть вот шея три варианта да потом плечи тоже про ответственность а дальше грудь у женщин это центр сексуальности но вообще вот у всех вот у женщин вообще принято для того чтобы показать сексуальность надо показать свои фертильные способности да это шелковистые волосы пухлые губы блестящие глаза пухлая грудь да вот как в молодости всегда там ну что называется кровь с молоком да и женщина для того чтобы продемонстрировать свою сексуальность она выпрямляется и показывает свою грудь то есть показывает товар лицом но это такой бессознательный процесс но и подчеркивание груди это тоже вот помните у мерлин монро у нее все вот эти вот наряды специально такие чтобы показать свою грудь да и тем самым она стала идолом секс и идолом до или образцом женственности да а значит но кроме того это еще и про глубину вот здесь у нас находится сердце и душа как считать ну я не знаю где душа у нас находится но мне кажется что действительно она здесь потому что в момент когда эмоционально нам очень больно сдавливает именно здесь не знаю как у вас но у меня прям вот сжимается когда вот эмоционально я перенесла какое-то потрясение да поэтому вот в этом месте считается что находится душа это центр наш да это то что бессмертно да и поэтому когда мы говорим реально от души мы часто притрагиваемся сюда то есть это вот такой же с одной стороны это сексуальность когда ты там стараешься показать да ты как бы приподнимаешь там вот-вот либо когда вот так вот накладывается рука или вот как-то еще до какой-то жест это значит что ты говоришь от души да ты говоришь из самой глубины своего бессознательного да то есть ты честно говоришь без всяких там мысленных на накруток и всего остального то есть вот это вот прям от души у мужчин это душа глубокие эмоции конечно сексуальность они редко так проявляют хотя в принципе они тоже ну таким образом когда видят сексуальный объект они тоже выпрямляются это же показывают грудь колесом а да значит грудь дальше спускаемся ниже живот как я уже сказала это страх это беззащитность вообще страх вот когда знаете когда страшно что-то делать вот у кого так было а перед экзаменами у меня всегда болел живот вот прям знаете как живот начинает крутить и даже вот иногда даже когда ты сильно боишься то вообще начинается диарея даже то такой степени вот у кого также скажите мне или это я одна такая нервозная но вот вот такая вот история к сожалению к сожалению или к счастью она нам говорит как раз о том что центр страха находится в животе и поэтому как только вот женщина беременеет да или там вот как-то сталкивается с материнством она начинает оберегать свой живот и значит что это беззащитность и так далее дальше спускаемся локти локти это у нас но такая как такая лакмусовая бумажка с помощью локтей мы либо расширяем свое пространство в курсе будет тоже про расширение уменьшение своего пространства и вот по локтям можно понять насколько человек уверен в себе то есть мы прокладываем узнаете если вы в метро были в час пик и есть такие люди которые вот начинают прямо так расширяются и вот как вклиниваться и вот пробиваться когда торопятся там или еще что то ну вот и работают локтями до чтобы пробиться да вот вот это вот уже уже драка можно сказать но локти это у нас защита ну и вообще вот когда вы защищаетесь то первыми идут вот руки руки да и локти да вот мы защищаем лицом и вот так вот выставляем руки да и тем самым тоже или когда мы падаем мы тоже локтем падаем в первую очередь да вот или или кистью или локтем до локоть это у нас такая вот такой рубеж защиты да и способ от отвоевывать свою территорию до расширять или наоборот уменьшать то есть это показатель нашей уверенности если мы уверены то мы локтями расширяемся деремся и так далее если мы не уверены то мы локтями опять-таки сжимаемся или выставляем защиту да ну то есть вот локтями мы как раз мы манипулируем до манипулируем в пространстве то есть локти это про это в психосоматике это нежелание получать новый опыт да ну как бы вот новый опыт получение нового опыта это про локти да и про существующий опыт тоже локти нам сигнализирует насколько им этот опыт нравится или или не нравится а дальше следующее колени колени мы часто в разборах да я вам рассказывала что это про гордыню про упрямство про тщеславие то есть раньше ну или может кто-то еще сейчас это использует да во время молитвы мы встаем на колени для чего для того чтобы усмирить свою гордыню то есть мы становимся меньше да а когда встаем на колени и мы вот как давим давим вот на это место которое у нас отвечает за гордыню да вот все вес тела переносим на колени тем самым это ну вот место делаем немножко ущербным обычно мы ходим на пятках да а так мы встаем на колени и вот это место мы как бы наказываем наказываем свою гордыню и когда человек испытывает гордость то часто руки тянутся к тому чтобы погладить колени и кроме того гордыня она еще очень сопряжена с упрямством да то есть я это я все остальные по боку да и вот когда человек упрямо прет буром да и понимает что он выигрывает да он может погладить колени то есть я красавчик да ну тщеславие опять таки ну то есть вот эти все вещи связанные с гордыней они про колени а дальше кисти но это направленность мыслей и по кистям мы видим насколько человек перед нами открытый или закрытый но здесь есть ловушка дело в том что люди которые умеют хорошо коммуницировать которые много общаются они умеют вот это вот настраивать в себе поэтому вот на это сильно не обращаем внимание до смотрим еще и на другие жесты но тем не менее все таки это показатель когда человек подавлен то он старается кисть спрятать и вот так вот и либо наоборот когда он хочет завершить что-то он вот таким образом показывать давайте закроем эту тему ну то есть кистями мы манипулируем да уже непосредственно если локтями мы это более грубая сила то кистями это более мягкая сила да уже такая более как гибкая сила до которой мы уже вот руками мы уже можем что-то взять дать что-то сделать ну вообще в принципе возможности наших рук они мне кажется безграничны и что люди делают как они ими рисуют пишут и так далее то есть руками мы делаем все прекрасное да что в нашей жизни происходит и вот по кистям мы можем многое понять да если насколько гибкие кисти то есть гибкое мышление у человека и вот взаимодействие с миром да как он гибко этими кистями манипулируют да значит человек находит везде какие-то лазейки может быть да вот вот это тоже очень такой важный показатель а дальше бедра это опять-таки у нас про секс женщина демонстрации своих бедер показывает свою сексуальность то есть вертильные опять-таки способности как известно женщинам с широкими бедрами удобнее всего рожать потомство и поэтому женщина изо всех сил показывает вот эту свою способность рожать потомство и даже невзирая на то что там вот допустим супермодели вот эти которые ходят по подиуму они у них бедрышки какие-то маленькие полудетские да сейчас это при ну вот модно можно сказать быть худенькой но худоба здесь в данном случае это ну вот я как считаю все таки многие считают что это неправильно быть такой худой но я считаю что просто мы в молодости действительно вот такие худые и стройные поэтому у нас много энергии я когда похудела я тоже когда вот привела себя в ту форму которая у меня была в молодости я почувствовала еще дополнительную энергию то есть когда мы не носим лишний вес на себе соответственно это приятный такой бонус и вся энергия идет на нашу реализацию но к чему это я к тому что вот эти вот модели да вот про моделей начала и пошла в сторону да вот эти модели вы видели как они ходят по подиуму они бедрами раскачиваются да вот нога идет по прямой ноги идут по прямой то есть это вот походка модели ноги идут можно сказать что такая прямая линия да а бедра идут в сторону шатаются вместе с шагом да и тем самым создается эффект как будто бедра шире для чего это делается это и есть вот как раз сексуальный такой посыл то есть смотрите у меня бровь бедра широкие да я могу рожать да но при этом я вот хожу правильно да ровненько на меня не шатает из стороны в сторону то есть я здорово вот такой вот посыл да еще это лидерство то есть лидирующая самка с хорошими фертильными способностями она конечно же на расхват и тем самым она показывает что вот смотрите я действительно я умею рожать у меня там все в порядке да и вот бедра они как раз вот для этого предназначены самооценка жизненная активность и у мужчин это стабильность опора лидерство жизненная активность но знаете мужчины по-другому ходят и вообще женскую мужскую походку легко отличить тем что женщины раскачивают бедрами то есть они показывают свои бедра ну расширяют в пространстве до ментально расширяют в пространстве свои бедра а мужчины этого не делают они расширяют вот эту часть и для них очень важно чтобы у них вот именно а плечи были хорошо накачаны то есть мужчина может взять на себя ответственность вот возвращаемся вот к этой теме шея и плечи вот если у мужчины широкие плечи то бессознательно он дает нам посыл что на него можно положиться он да будет мамонта он будет отвечать за свою семью да он ну то есть вот это надежный мужчина у которого широкие плечи и соответственно мужчина при при ходьбе он расширяет вот это место да то есть он как бы расширяется в пространстве в ментальном да вот вот таким образом да вот так вот и мы видим что действительно мужчина привлекателен до привлекателен для чего для того чтобы брать на себя ответственность чтобы ну с таким мужчиной можно заводить потомство да то есть женщина бедрами мужчина плечами видите вообще вот все это взаимосвязано очень четко а значит дальше гениталии но здесь конечно же разное поведение сексуальное у мужчин и у женщин и соответственно разное бессознательное проявление себя вот с помощью вот этого места да где гениталии находятся у женщин это то место которое женщина старается спрятать и она это прячет и защищает потому что для нее очень важно целостность этих вещей потому что это ну сосуд в котором она носит новую жизнь и для нее но для женщины вообще вот биологически самое главное это стать матерью да для мужчин самое главное разбросать свое потомство чтобы больше вот свою популяцию расширить да и соответственно у мужчины другое поведение мужчина как раз старается показать вот вот это показать и гениталии показать то есть я альфа самец да и тем самым мужчина как раз демонстрирует свое эго ну вот эго бывает разное вот смотрите колени это гордыня до гордыня вот какие-то достижения там еще что-то да это в общем-то высокоранговые самцы да вот и по коленям и по гениталиям но по гениталиям там больше про секс до поколениям там больше про самореализацию до в социуме то есть вот разные немножко трактовки но в любых случаях это выпендрежники выпендрежники но и по гениталиям больше выпендрежники до чем пока ли нет хотя хотя оба оба выпендрежники по полной программе надо поэтому и мы с вами сегодня это в примере будем в примерах наблюдать а да и ступни ступни если человек начинает ну вот по ступням мы можем во первых понять в чем человек в ком заинтересован да куда направлено его внимание метро например понаблюдайте когда метро заходит интересная самочка да ну и женщина красивая да девушка красивая и у многих мужчин сразу ступни поворачиваются в ее сторону потому что она интересна потому что и даже если они якобы не смотрят на нее там и так далее но ступни сами поворачиваются и показывают область интереса человека поэтому по ступням мы тоже можем понять в чем человек заинтересован особенно вот когда вы с ним беседуете и ну вот например ему надоело слушать вас и фон постепенно ступнями вам покажет что ему хочется уйти и так далее сбежать он куда-то торопится до или наоборот он ступнями в вашу сторону да и еще вы знаете вот часто расширяет ноги то есть чтоб стабильнее стать этими ступнями еще по ступням можно определять интроверт или экстраверт человек когда ступни вот друг на дружку смотрят то перед нами интроверт а когда ступни расширены то человек как бы знаете расширяет угол обзора и ему все интересны то есть перед нами экстраверт нацеленный на общение и поэтому мы тоже можем много чего понять там еще можно и по обуви как стаптывается но в общем то на этом я думаю достаточно давайте перейдем к примерам да кстати поставьте там плюсики я конечно это в записи делаю но я чувствую что надо чат оживлять как-то поэтому поставьте мне плюсики если вам это интересно а дальше давайте по примерам я теперь включаю примеры в этом вот в этой теме у нас примеров не так много но других других вот уроках там примеров очень много и знаете как в этом помните матрицы там ему там что-то вживили сзади да он такой о встает оттуда говорит о я знаю джиу-джитсу там через какое-то время то есть вот это то же самое давайте смотреть я хочу один раз точку поставить и все что все закончил почему до этого больше ниже эту тему не подниму ну то есть я видел только один пост из впш по моему или кому-то ты там дал интервью q в виде текста видите шея пошла беззащитность и в принципе на этом все закончилось да ну и потом я еще один пост выкатил чтобы те 180 тысяч людей которые подписались ушли из телеги вот сейчас за медленные съемки вы видите что но знаете беззащитность но еще и элемент поиска поиска решения да и он говорит о том что он там как-то сделал чтоб лишние ушли там что-то так ну то есть он какие-то действия начал предпринимать и рука тянется вот от беззащитности уже каким-то действием каким-то решением то есть понимаете да вот вот эти нюансы они очень важны поэтому вот я и решила провести это обучение потому что ну вот в целое объединить как-то я часто это замечаю да и вот вам просто даю как без теории да вам приходится просто верить а сейчас вот получается что теория только что прошла сейчас мы будем по практике да вот в замедленной съемки потому что я хочу вести телегу как обычно рассказывать про то что я делаю они про свою личную жизнь даже на ну вот такая вот длинная у нас была замедленная съемка но зато вы насладились полной программе и увидели как это работает теперь следующий фрагмент а кстати вот смотрите здесь сразу видно подпирает щечку вот это следующее занятие будет как только будет возможность я вам сделаю по лицу и щечка вот прям здесь очень показательный жест который если вы сейчас поставите мне лайк и напишите там комментарий какой-нибудь то я увидев что вы даете мне хорошую обратную связь я вам проведу еще одно занятие по лицу уже вот сейчас мы проходим по телу будет еще по лицу давайте смотреть все это было ужасно мутор нам тоже нужно было написать речь как бы объявить о чем ты будешь говорить заранее и было ощущение конечно так все сейчас мы закатаем рукава смотрите закатывание рукавов это попытка ну вот как раз действовать до чтобы все лишнее убрать я действую видите рукава прямо для локтей локти это как раз действие до отстаивания своих позиций помните я вам сейчас рассказываю то есть вот сначала идет этот жест потом вообще интересно наблюдать она вот как раз с одеждой очень много таких жестов показывает которые ну вот прям четко описывают ее внутренний мир внутренние мысли бессознательные и будем менять эту жизнь видите а на словах будем менять эту жизнь поняла что наверное все таки я погорячилась и видите одежда пошла сразу прятать все да как бы хотелось бы хотелось бы отстаивать свои интересы а потом то не наверное не получится и давай-ка я лучше спрячусь это был не ты письмо передавал нет ни 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 это это как бы это врачи это все не так вот видите вот это вот и туда и сюда на рукав до рукав не лозит и это как раз знак того что здесь комплексная работа да здесь и она и врачи и как-то вот это все сейчас сложно объяснять но это как бы это слишком неоднозначно и поэтому вот здесь так много нюансов так много тонкостей и вот поэтому вот идет вот это вот минжевания до минжевания одеждой как не так организованно как как это выглядит при этом но манипуляторы это в курсе есть она закрылась но об этом сейчас не буду говорить не то чтобы существует и и кстати вот кисть открыто да как бы пытается показывать открытость но при этом жесты закрытые тут много много всего это вот каждый жест это описывать очень интересно но давайте все-таки концентрироваться на том что у нас сегодня тема какой-то центр принятия решений который заранее придумал что нужно замочить чулан хаматову амбуд смена амбуд все раз уполномоченный по правам длиннг амбуд смена амбуд смена да тебе мне даже удалось мне даже как она прячется в этом свитере вообще это где гостю войска это должна нет слова должна там не было просто это было натягивает даже сапоги то есть вот тема очень скользкая очень неприятная поэтому она вот так вот телом от этого убегает дальше но у ксении собчак вот сейчас вам показывать буду интересные жесты закатыванием рукавов это просто ее коронные жесты и мы знаем это очень четко ее характеризует вообще ну что коль мы с тобой так удобно устроились очень символично все не просто так даже в твоей собственной квартире мы сидим с тобой на 2 смотрите она как бы показывает открытую кисть а потом берет этой кистью отталкивает по кистям там тоже такая игра но вот самое интересное что какие жесты я у ксении анатольевны очень люблю это закатывание рукавов на самых интересных тем очках мягких диванчик на 40 тысяч ты жить точно не будет смогу вы николай не сбивайте вот и понятно что все кто потирание кистей кстати я забыла сказать на теоретической части что потирание кистей это тоже такой очень интересный жест а дело в том что с помощью потирания мы увеличиваем энергетику вот с помощью перетирания да вот на на кистях у нас энергетические сгустки и вообще вот руками лечат да когда вот делают сначала вот так вот активизируют энергии а потом прикладывают руки то есть вот это вот активизация энергии и почему этот жест олицетворяет деньги потому что прямая связь потому что энергия это деньги материальном мире да вот энергия секс это все вот из одной области энергия секс деньги это вот в материальном мире проявление энергии то есть мы можем направить если у нас есть энергия мы можем направить ее на секс на зарабатывание денег на какие-то идеи то есть вот это вот энергия она у нас преобразуется в какие-то блага от которых мы получаем кайф и получается вот это вот активизация энергии она и про деньги и про то что сейчас я что-то сделаю взять энергии побольше и с этой энергией направиться на свою цель делают такой контент и я это там своему каналу вижу безусловно будут только терять они приобретают что люди не хотят совершенно верно но допустим да дальше давайте смотреть скажите пожалуйста когда вот лично вы поняли что вторжение вот сейчас неизбежно будет до конец октября смотрите и здесь пошло вот но не не совсем беззащитность но в общем-то беззащитность да но с элементами на ход нахождение решения но почему я считаю что это беззащитность потому что здесь присутствует натягивание одежды на шею вот это вот как раз про беззащитность но смотрите это вот эта часть шеи больше да это как раз поиск решения это поиск какого-то ответа может быть да и его мыслительный процесс сейчас в жестах я бы не с октября 100 100 процентов снова уже был известен вот смотрите этот жест вот видите он натягивает натягивает там что-то до натягивает на шею и тем самым ну тут вот это вот подтверждает беззащитность да но плюс это еще и первый срок готовности это было 26 декабря они должны были готовы быть они целый месяц дали на подготовку решили усилий тогда росгвардию начали перебрасывать интенсивно до этого и не было скажите а что было в офисе президента вот первый день два паника была паники не было вообще здесь я ему не верю паника естественно было и натягивание одежды на шею во первых во вторых перекрестный жест это тоже показать президент был в таком на боевом взводе такому на казацком дра конечно же сейчас он будет говорить немножко при украшать действий но в действительности была паника был было страшно было страшно и здесь это понятно действительно но кому не страшно умирать а речь шла как раз об этом андрей борисович был такой как бы еще более спокойный чем он обычно здесь это у нас кистью он как бы придавливает да то есть иллюстрирует андрей борисыча андрей борисыч пытался не разводить эмоции да то есть пытался все собрать в кучу и не дать произойти какому-то взрыву да это я в эмоциональном смысле говорю то есть вот видите вот эта кисть кисть кистью он как бы накрывает проблему как вот знаете говнецо прикрыть извините я что-то так ассоциация у меня какая-то может не совсем в тему но вот прикрывание до прикрывания проблемы с мариуполь самая драматичная . да ну тоже это эпопея целая тайна не совсем . это длинная длинная история как бы уже символом стал значительной степени да и а вот здесь смотрите вот здесь вот шея здесь беззащитность вот здесь действительно боль и беззащитность перед тем что уже к сожалению не вернуть ну и физически это же несколько десятков тысяч уничтоженных людей это это прям это прям боль вот смотрите вот прям здесь это это вот перекрывание кислорода понимаете это прямо вот прям это душит это вот прям вот вот эта тема вот от души да вот душа это одно да а вот это еще глубже чем душа это когда уже лишение себя жизни по большому счету вот здесь вот если надавить то действительно можно перекрыть себе все да и вот он вот здесь жест этот прям 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 болит прям вот попробуйте прижать здесь и вы поймете о чем я да теперь следующий но можно прожить в петербурге и на 40 на 50 тысяч рублей главное и это не фраза для того чтобы ой все подумали какой замечательный николай соболе суши да видите вот я вам про гордыню рассказывала не буду сейчас еще раз повторять но вот смотрите как что он делает со своими коленями вот он выпендрежник выпендрежник как раз в социуме вот если ну вот он не демонстрирует свои гениталии да он демонстрирует свои колени колени демонстрирует выпендрежник в социуме гениталии демонстрирует альфа самец который считает себя крутым именно в этой сфере да то есть вот в чем мужчина крут И тут смотрим по его жестам. Как скажу, красотка-девушка, ты думаешь, что красотка-девушка зависит от того, сколько я зарабатываю? Нет, подождите, знаешь, как мне иногда говорят, Собчак. Это как мне иногда говорят, Собчак. Ой, смотрите, как он мнет свои колени, как она его затронула за эго, и как он это эго пытается успокоить. Люди, которые ко мне хорошо относятся, говорят мне, Собчак, смотри. И в случае Дианы Шурыгиной, потому что я как раз-таки выносил суждения, не зная материалах дела, и мне исключительно повезло, что эта история развернулась именно таким образом, что насильник Дианы Шурыгиной был отпущен из тюрьмы, а сама Диана Шурыгина начала вести OnlyFans. И как бы тут уже все понятно немножко стало, что вроде как я в своем суждении тогда не ошибся. Мне очень сильно... Вот колено, колено, видите, да? То есть ему это важно было, важно в социуме свое эго показать, свою гордыню не опустить. Да, и поэтому вот такое потирание. Дальше давайте смотреть. Ты знаешь, что сегодня 800 самолетов, принадлежащие русским, не могут летать. Они все задержаны по факту. Просто у меня вообще под это есть как бы некая база документальная, так называемые санкции, а остальные просто... Вот видите, шея, но здесь вот он ее демонстрирует. Он показывает, да, беззащитен, но как бы я могу это себе позволить, да. Но, кстати, на тот момент он же боролся с лейкемией, да. И, ну, можно сказать, что человек, стоящий перед лицом смерти, он уже не боится показывать шею. Но все равно в разговоре он иллюстрирует беззащитность. Ну, то есть вот эта вот смелость. Он слишком смело показал свою шею. Обычно вот такие вещи происходят как-то более подавленно. Он более открыто это показал, да. Но речь идет как раз о беззащитности. Но в данном случае вот он со своей позиции может себе позволить вот так продемонстрировать беззащитность, вот прям открыв свою шею. Задержит. Ты читал интервью Авена и Фридмана про то, что не хватает денег на уборщицу? Да, читал. Мне показалось... Смотри, Миша и Петя, они в отличие от меня, например... Смотрите, а здесь он шейку собирает, вот всю беззащитность он так собирает и в кучку складывает. Ну, это прям интересно. Они всегда работают с юристами, с пиарщиками, там. Ну, у них все так продумано, и все хорошо. Мне кажется, их пиарщики подставили. Это было очень глупо, мое мнение. Ну, как бы в России все порадовались. Ну, наконец-то эти суки страдают. А в Англии им всем пофигу, они там эмпатии это не вызовут. Он говорит, у нас не подразделяется, как в вашей стране. Он так бросил камушек в нас, ну, заслуженно. Он две вещи все говорил, это профессор Гласова зовут. Он говорит, у вас в России всегда врут, родственникам говорят один диагноз, а больному другое. Он говорит, мы не врем, вот я сразу тебе говорю, у тебя шанс выжить небольшой, но мы будем стараться. Я такой, в шо... Ну да, да, значит, теперь еще, сейчас покажу. Вот смотрите, подавленность. Когда мужчина прячет свои гениталии. Видите, вот, казалось бы, он хотел бы выглядеть уверенно и так далее, но, видимо, ну вот, что-то... Не, ну, естественно, да, в такой ситуации, конечно же, он чувствует себя подавлено, и мы это видим по тому, как он закрывает гениталии. Видите, Байден колени поглаживает, то есть он в социуме уверенно себя чувствует, да, его эго в порядке. Открыты гениталии. Вот здесь выпендрежник-выпендрежник сидит, да. А здесь вот получается, что все жесты сводятся к тому, чтобы прикрыть гениталии, да. Ну, здесь вот сразу по тому, как они общаются, сразу видно, кто здесь главный. Смотрите, Байден натягивает одежду, да. Все-таки, ну, вот это вот выпендрежничество может быть отчасти, ну, привычкой, уже наигранной такой способностью, да. Потому что натягивание одежды – это все-таки признак какой-то подавленности, да. Либо он подыгрывает собеседнику, да, таким образом немножко, либо, и опять-таки, либо что-то скрывает еще. Вот такие вот моменты. Ну, то есть натягивание одежды – это, ну, закрывающий жест. Это уже про манипулятор. На манипулятор – это жест, который призван спрятать нервозность, спрятать что-то. Видите, а здесь уже зеркальные позы. Ну, видимо, Байден уже подыгрывает, да, он сел в такую же позу. Да, потому что Зеленскому сложно здесь, ну, вот не закрываться, да, потому что слишком большая ответственность, слишком, ну, большой уровень, да, для него может быть. А здесь уровень привычный, но для того, чтобы они выглядели одинаково, да, зеркальное – вот это способ зеркалить. Это очень хороший способ для налаживания контакта в любой коммуникации, отзеркаливания жестов. Но, опять-таки, это надо делать с умом, и здесь вот как раз действительно это было сделано с умом, не просто как обезьянка повторяет, а сначала он показал свои жесты привычные, да, потом натянул одежду и пошел вот его зеркалить. И, кстати, вот смотрите, при этом большие пальцы как. Ну, про пальцы, конечно, я в другом уроке рассказываю, ну, у Зеленского пальцы прячутся, а у этого, у американского президента, у него большой палец как раз просится наверх, тоже показатель. Ну, про большой палец – это отдельная история, на отдельном уроке. Дальше. Вот это без звука будет, поэтому давайте смотреть. Вот, как будто все твои близкие от тебя отвернулись, и при этом, видите, шея, шея, смотрите, какая большая амплитуда по шее, и ответственность, и поиск решения, и беззащитность, то есть все по поводу шеи затрагивает. И, видите, в конце досада, то есть он говорит о том, что все близкие от него отвернулись, и это вызвало в нем много проблем, которые он нам проиллюстрировал. Да, ну, на этом примеры этого урока закончились, но вообще в каждом уроке примеров намного больше. Вот просто по телу не так много этих примеров, да, было. И я, в общем-то, ну, вот выделила эту категорию, эти категории уже в последний момент, поэтому здесь не так много примеров. А вообще по всем этим урокам такое большое количество примеров, я просто не ожидала, что я так много разборов за это время успела сделать. А вот если вы сейчас поставите лайк и напишите комментарий, то в следующем занятии я с вами проведу вот по поводу, вот по этой схеме я вам все расскажу, и вот я еще одну схему нарисовала, и вам все это подробно расскажу. Вот это будет тогда, когда я увижу от вас хорошую реакцию на это видео, и тогда мы с вами проведем еще один урок из этих вот уроков по жестам. Вот эти все жесты вы сможете научиться вот это все. Вот вся эта схема изучается на моем так называемом мини-курсе под названием «Жесты». Под видео вы найдете ссылочку, за 990 рублей вы сможете это приобрести. В общем, вот такая вот история. До новых встреч! Надеюсь, вам это занятие понравилось. Напишите мне, пожалуйста, обратную связь по поводу этого видео, что вам понравилось, что не понравилось. Я все комментарии читаю, не на все удается отвечать, но все я читаю, вашу обратную связь я изучаю, стараюсь становиться лучше, стараюсь делать так, как вам больше нравится. Если вы случайно зашли на канал и еще не подписаны, обязательно подпишитесь, потому что у нас здесь очень разнообразная информация. У меня для вас такое громадье разных идей, которые я хочу с вами разобрать, поэтому больше активности с вашей стороны и будет всем нам счастье. У меня просто огромное количество информации, которой я хочу с вами делиться. Да, на сегодня я с вами прощаюсь, люблю вас всех очень сильно. До новых встреч! Пока! Пока!